Долги по коммуналке. Армавирцы не заплатили заводу почти 67 миллионов рублей. Гран-при фестиваля. Настя Верясова с очередной победой вернулась из Греции. Увлечение молодых. Комплексный центр провел акцию «Стрит-галерея. Есть идея». Здравствуйте в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавир» познакомлю вас с основными событиями жизни города. 68 миллионов 880 тысяч рублей. Именно столько недоплатили армавирцы водоканалу. Долги горожан с каждым месяцем растут как снежный ком. Чем может обернуться для потребителя регулярное игнорирование квитанции, выяснила наша съемочная группа. По опросам горожан, армавирцы большую часть зарплаты пенсии тратят на еду. На втором месте оплата коммунальных услуг. На что чаще всего тратят? На коммунальные больше всего. Особенно зимой. Это тысяч шесть только за один газ. Коммуналку никуда не денешь. Надо платить в любом случае. Если на продуктах можно сэкономить, на коммуналке не сэкономишь. Но в чем-то себя ограничивать ради оплаты коммуналки готов далеко не каждый армавирец. В среднем запотребленную воду в этом году заплатили 96% горожан. В категорию неплательщиков попадает всего 4%. Но как показывает статистика, именно они причина многомиллионного долга. Эти 4% составляют 1 миллион рублей. То есть это те деньги, которые можно было бы направить на замену водопроводов и так далее. Эти деньги недополучены. С теми, кто не платит более трех расчетных периодов и не реагирует на предупредительные письма, разговор короткий. С сентября прошлого года водоканал получил право ограничивать водоснабжение злостным неплательщикам в частном секторе. При этом восстановление подачи воды также оплачивает должник. В среднем работы обходится в 6 тысяч рублей. При этом водоканали идут навстречу малоимущим и многодетным семьям. Можно получить беспроцентную рассрочку платежа. Даем на три месяца, на полгода, на один год, в зависимости от того, какое положение у человека. Для того, чтобы сделать договор о срочке, человек должен прийти со своими документами, написать заявление. Также, если на оплату всех квитанций уходит более 22% семейного бюджета, для многодетных более 15%, то можно обратиться в соцзащиту и каждый месяц получать субсидии. Долги за коммунальные услуги растут по всей стране. Поэтому на рассмотрение правительства Минрегион подготовил проект, который предусматривает переселение должников в менее благоустроенное жилье. Алена Безовчук, Евгений Холмацкий, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. 25 июля в 14.25 на 4-м километре автодороги Хутор-Родниковский-Хутор-Южный произошло ДТП с участием двух КАМАЗов с прицепом. Очевидцев аварии просят позвонить по телефону 8 906 43 15 400. К другим новостям. Армавирская звездочка Анастасия Верясова вернулась в город с очередной победой. На втором международном фестивале «Цвет граната», который проходил в греческом городе Салонике, она стала обладательницей Гран-при в номинации «Инструментальное исполнение за игру на саксофоне» и получила звание лауреата первой степени в вокале. Подробности в следующем сюжете. Возвращение своей воспитанницы Рамис Шахвердеев ждал с нетерпением. Еще одна победа на международном фестивале легла в копилку Анастасии Верясовой. А греческий язык выучила? Нет. По-гречески говорить не научилась, но увезла из солнечной страны две главные награды. Пирамидка, которая побольше, это Гран-при всего фестиваля, а поменьше за победу в вокальном конкурсе. Настя Верясова не скрывает радости. Стать лучше было нелегко, но за год упорных репетиций с учителем и известным джазменом Рамисом Шахвердеевым ей удалось сделать прорыв. Мишель. Такое имя своему саксофону придумала Настя. Ее взаимоотношения с инструментом, скорее всего, партнерские. У меня даже имя есть, Мишель. Вот мама видела, как я после выступления просто благодарила его, целовала. Ведь каждая, конечно, вот... Меня даже спрашивают, почему он тебя так блестит? Ты его лаком, что ли, перед выступлением? Нет, я просто забочусь о нем, как учит мой учитель. Опытный наставник Рамис Шахвердеев всю жизнь отдал джазу. Поэтому на репетициях никакой поправки на возраст юная ученица не делает. Хотя в душе относится с большой теплотой. Маленькая. Первое время у нее и пальцы не хватали на саксофон. Мизинчики не доставал. Но сейчас подросла. Все нормально. Ну, я был удивлен. Буквально за год такие успехи. Она очень талантлива. Не перестает повторять Рами Столятович. Особенное. Это слово в адрес Насти часто говорили и участники фестиваля. Это слово такое особенное. На одном конкурсе приехала, посмотрела списки. И во всех списках я была выделенным шрифтом. Я стою и спрашиваю на регистрации. А почему здесь выделенным шрифтом? Он так поднимает на меня глаза. Особенное, наверное. Упорные репетиции, волнение, а потом шаг на сцену, и ты попадаешь в другой мир. В реальность, где чувствуешь себя, как рыба в воде. На сцену победительница фестиваля «Цвет граната» вышла с флагом родного города. Хотя поначалу в своей победе сильно сомневалась. Боялась уже, когда раздали первые места. Я такая стою, думаю, ну там какие-то маленькие две пирамидки, наверное, спецприз или, может быть, мой диплом потеряли где-то. И тут гран-при всего фестиваля. Даже такой стоит режиссер, говорит, гран-при в номинации. Да я даже не буду говорить, какая номинация. Гран-при всего фестиваля. Верятся у Анастасии. И потом чтили, конечно, столько, что гран-при уезжает в Краснодарский край, город Армавир. Армавир звучал много раз. Я выходила на сцену, когда закрытие было награждение, с флагом Армавира. Она не зазнается. Успех – это всего лишь сигнал к тому, что ты двигаешься в правильном направлении. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Что нужно делать, чтобы лето не было скучным? На этот вопрос решили ответить организаторы акции «Стрит-галерея. Есть идея» – лидеры комплексного центра социального обслуживания молодежи. Они пригласили исполнителей рэпа и хип-хопа, активистов клубов по месту жительства и продемонстрировали весь спектр молодежных увлечений, рассказывает Лариса Юровская. За долго назначенного времени возле фонтана стали собираться молодые люди. На подобных тусовках вместо сцены кусок ринолеума, пара колонок и тихий сквер взрывают звуки рэпа и хип-хопа. Микс из хип-хопа, тиктоника и брейка давно занимает Кристину Назаренко и ее единомышленников из группы U-Dance. Ребята следят за изменениями в хореографии и популярных танцев, придумывают свои движения и подолгу оттачивают па. Потому что мне нравится, это моя жизнь, я не представляю себя без этого. Это способ самопорожения, способ передать другим свои эмоции. Мне это нравится, поэтому этим занимаюсь. Прыжки через скакалку всегда в моде. При этом каждое поколение осваивает новое развлечение. Сокс, американский вариант старинной русской «Забабы Зоська» нашел своих поклонников и в Армавире. Это маленький мячик, его не так уж легко и набивать. Его сначала набивается получается, а потом уже передается пас. Все лето на дворовых площадках города трудились активисты клубов по месту жительства. Хотя слово «трудились» не совсем подходит к подобной теме. Скорее всего, отрывались, весело проводили время и делились своими идеями. Не забывая главная кредо – молодежь Армавира выступает за здоровый образ жизни. Самое главное во всей затее – привлечение молодежи к активной жизни. Это активная жизненная позиция, это здоровый образ жизни, это разнообразие досуга, это новые знакомства и новые впечатления. Выйти в центр и показать всем, на что ты способен, отважились немногие. Но те, кто собирал вокруг себя зрителей, уже давно в фаворе у армавирской молодежи. Рэп, который читает группа «Саундсайт», у многих звучит в наушниках. Старшее поколение, которое любезно уступило центр города молодым, не ворчит и с любопытством присматривается. В рэпе есть смысл? Есть, есть, в песнях есть. Особенно забыла группа вот эта. «Саундсайт». «Саундсайт». Вот. Понравилась молодежь живая, быстрая, интересные танцы у них и песни интересные. Только надо прислушаться внимательно к словам. Словам – самое главное смысл. Подобная акция – только разминка. В конце лета активисты комплексного центра социального обслуживания планируют подвести итог каникул более масштабно. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Новости спорта. Дартс, боулинг, прыжки в длину и на скакалке. В «Армавире» определили самую дружную и подготовленную команду. В спортивном комплексе «Лидер» собрались ребята, которые решили лето провести весело, используя для здоровья. О спартакиаде учащихся расскажет Алена Безовчук. Прыгать максимально синхронно, а значит в команде каждый должен понимать друг друга. Только так удастся набрать наибольшее количество баллов на этом этапе спартакиады. Это испытание большинство ребят назвали самым сложным. Самое трудное для меня было прыгать на скакалке. Почему? Надо было одновременно прыгать. Были, конечно, затруднения. Всего в спортивном комплексе «Лидер» шесть команд по 12 человек. У каждой свой путевой лист. По нему ребята проходят несколько испытаний. На станциях своими мини-рекордами они зарабатывают баллы в общий счет команды. Но победа здесь не главное. Когда мы пролазили в мешки и кубырки, для меня это показалось очень трудно. Чтобы быть здоровыми, крепкими детьми. Спартакиада школьников на приз главы города проводится в преддверии Дня физкультурника. Вся страна его отметит уже в эту субботу. Цель соревнований – занять ребят. Эти мероприятия мы проводим для того, чтобы активировать детей в летний период времени. Чтобы дети не скучали. Чтобы не забывали спорт, как спорт продвигает жизнь. В результате на третьем месте команда «Лидер» серебро у спортсменов Дюсуша номер два. А главный приз соревнований – комплекты спортивной формы. Останется команде «Непредел». Награждение пройдет 9 августа в администрации города. Алена Безовчук, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Хорошая новость. Открылся новый магазин строительных материалов «Стройстиль». Более 40 тысяч наименований товаров для ремонта и стройки по очень интересным ценам. Жилья БВ4 – район ватного переезда. Это была заключительная информация и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Алене Безовчук. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на пятницу. Спасибо, Марина. Здравствуйте. 9 августа синоптики обещают ясную погоду. Температура днем плюс 28, ночью до 22 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В пятницу отмечается Международный день коренных народов мира. Также в нашей стране это день воинской славы. Праздник установлен в честь первого в российской истории крупного успеха флота. В 1714 году Петр I выиграл сражение со шведами у мыса Гангут. И еще одна дата, связанная с российским императором. 308 лет назад в Астрахани одновременно поженились 100 пар. Все из-за разговоров о том, что Петр I запретит выходить замуж девушкам за местных парней. Слухи эти не подтвердились, но так в городе на сотню молодых семей стало больше. На этом у меня все. Марина. Метеопрогноз завершил выпуск с новостями. Вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. РЕН-ТВ. РЕН-ТВ.